Всем привет и слава Украине! Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гелл Асадзе. И сегодня у нас традиционный эфир с хорошо знакомым и любимым нами Резваном Гусейховым. Приветствую, Резван. Очень рад тебя видеть. Здравствуй, мой дорогой. Приветствую тебя и наших уважаемых зрителей. Резван, ну что, я начну, пожалуй, с интересного. А интересное это выступление президента Азербайджана в Милимиджели 7, где он обозначил, в общем-то, реперные точки, такие. И первое, о чем всегда говорили, это наращивание военной мощи задача номер один для Азербайджана. Ну, скажу так, что это дело не дешевое. Так почему же сейчас, когда закончена война, это продолжает оставаться задача номер один? Совершенно верно. Речь президента в открывшемся седьмом созыве Милимиджлиса была довольно насыщенно, интересно. Касалась многих внешнеполитических, внутренних. Мы поговорим об этом тоже, ну да-да, извини. И в контексте того, что ты спросил, становится ясно, что не столько угроза исходит от Армении, от нее и угроза пока что, кроме слов, исходить не может, поскольку Армения еще не пришла в себя в военно-техническом плане после тотального разгрома 2020 года и затем. То есть военно-технический потенциал Армении не соответствует тому. Мечтать можно, но реалии другие. Но при этом мы видим и закупки, и поставки, и бесплатные подарки. Все, что повторялось в период, когда Армения была полностью в орбите России, хотя она и сейчас полностью в орбите России. То же самое повторяется. То есть поставки вооружений, бесплатные подарки, политические протеже. Единственное, что немного корректировка произошла. Сейчас наиболее активно в этом работают Париж и Вашингтон. Поэтому Азербайджан, учитывая вот эти вызовы и угрозы, более того, есть и региональные вызовы и угрозы. Мы, мягко говоря, видим, как напряглись отношения между Россией и Ираном и вокруг Зангизурской дороги. И вообще в целом есть целый комплекс проблем и вопросов, которые пока обсуждаются в Тегеране и Москве. Вот эти челночные визиты. И здесь фактор и роль Азербайджана тоже есть. Скорее всего, мы поймем в октябре на саммите БРИКС, если Россия и Иран пролонгируют, продлят, подпишут. Еще один 20-летний договор. У них уже подошел к концу 20-летний договор. А это стратегический документ, определяющий приоритеты, интересы России и Ирана. И те проблемы, очерчивающие круг проблем, которые они будут вместе обходить. То есть это не союзнический, конечно, пакт, но это некий документ, который регулирует движение на международной арене. В таких проблемных регионах, как Ближний Восток, у нас и так далее. То есть Ирана и России. Взаимодействие некое. Последние 20 лет мы знаем, максимальное внимание было России и Ирана к Ближнему Востоку, Ираку, Сирии и тому подобное. И здесь было серьезное и продолжает оставаться серьезное российско-иранское взаимодействие. Сейчас Россия затягивает пролонгацию этого документа, что вызывает нервную реакцию Ирана. И эта нервная реакция Ирана привела к тому, что Россия чуть-чуть пошла на попятные. То есть создается некий люфт, который может нести определенные угрозы, как я сказал. Не напрямую связанные и не только с Арменией. В этой ситуации, наверное, президент Азербайджана лучше всех нас знает. Он понимает, что до вооружения, усиления армии, вот сейчас буквально идет международная военная выставка Адекс. Там участвует и грузинское руководство военно-выше, турецкое, это почти огромное количество стран. Итальянское, многие страны представлены на уровне министров обороны и соответствующих структур. Вот Азербайджан представил свыше тысячи видов техники вооружения и оружия, которые сам производит уже. В том числе лазерное оружие было представлено, новейшие разработки. То есть, явно это не для Армении. Явно это некий сдерживающий механизм, чтобы кто-то где-то, прежде чем подумать о том, что давить на Баку, сто раз еще раз подумал. Я думаю, что военная составляющая, она учитывает те угрозы, к сожалению, которые не зависят от нас. А идут от того, что вот сейчас опять очередной исторический виток, когда право силы уже давно выше сила права. Это очень интересный момент. На самом деле, в продолжении всего этого я бы хотел сказать вот что. Смотрите, тут же было указано, вот с этой выставкой, было указано про развитие ВПК. Ну, развитие ВПК – это тоже недешевое очень дело. И главное, откуда получать военные технологии? Это очень важный вопрос. А ты упомянул, ну, Грузия – это, скажем так, просто соседняя страна. Ты упомянул Турцию, Италию. Откуда еще? Я привязательно... И Турция, и Италия. Если тебе что-нибудь известно по этому вопросу, то тоже... Ну, я, по-первых, Грузию не сбрасываю, потому что фактор Грузии важный. Нет, Грузия получать военные технологии не получится. Извини, я... В той стратегии безопасности, которая... Там аспектов много, да, сбрасывать нельзя. Значит, в военно-техническом плане, конечно же, это ряд стран Европы однозначно. То есть фактор Италии, мы видим, растет однозначно. Фактор Великобритании всегда присутствует. Фактор ЮАР изначально был. Южная Корея фактор есть. Турция номер один, конечно. Турция получает много технологий новейших. И разрабатывает, и получает тоже от своих партнеров по НАТО. То есть не секрет, что военно-промышленный комплекс Азербайджана, он заточен по НАТОвским стандартам. Да, это некий прообраз отношения Израиля с НАТО, не будучи членом НАТО. Тогда, естественно, Израиль получает намного больше. Ну и плюс фактор того же самого Израиля, который в военно-техническом и в плане прогресса получает самые новейшие разработки, которых нет даже у стран НАТО, даже самых приближенных к США. То есть напрямую Израиль участвует в этих разработках. В США получает технологии, и Азербайджан является одной из стран, которая имеет доступ. То есть как-то вот так. В общем, плюс военно-промышленный комплекс, он что предусматривает? Чтобы автономно страна могла вести боевые действия. Там, в зависимости от сил, возможностей финансов, три месяца, полгода, или же перейти на военные рельсы. То есть способность страны перейти на военную экономику, военные рельсы, обуславливается именно уровнем военно-промышленного комплекса, военно-технической составляющей, то есть технологиям, как ты верно сказал, и тем, как все эти технологии отрабатываются и слажены, встроены в действующую армию. На уровне офицеров, генералитета и рядовых. То есть вот эта сложная такая конструкция, плюс самое важное, все это должно обкатываться также в реальных боевых действиях. Естественно, и во время учений, которые фактически у нас, военные учения, не останавливаются. Мы по новостям видим, что морские учения с несколькими странами завершили, вслед за ним горный спецназ с другими странами. Затем тюркские страны проводят учения, и не обязательно это на территории Азербайджана. Это может быть и общечеркское пространство, это может быть территория Грузии, Турции, территория ряда европейских стран. То есть я думаю, что не очень забегая вперед, Азербайджан готовится к каким-то более серьезным вызовам или к какому-то более масштабному, в хорошем смысле, проекту, который надо будет защищать в перспективе. Достаточно интересно. Знаешь, что интересно? Самое интересное вот что. Интересно то, что сейчас, вот то, что ты сказал, ведь совсем другие линии разлома. Вот если мы возьмем Азербайджан, то тут проходят совсем другие линии разлома, я имею в виду внешнеполитического. Ну, ни для кого не секрет, и в принципе я не говорю, вот сейчас я сразу же предупрежу, я не говорю это хорошо, плохо, я вообще никаких этических моментов здесь не даю. Но то, что я вижу, может я ошибаюсь, целью внешней политики Армении сегодня является следующая штука. Создание следующей конструкции. Азербайджан – это авторитаризм и диктатура, и она вместе с авторитарными странами и диктатурами. Ближайшими союзниками Азербайджана являются Иран, Россия, Китай и все диктаторы. А вот мы, демократическая Армения, мы, значит, вместе с Западом должны противостоять диктатуре. Поэтому верните нас в Карабах. Верните нам Карабах. Ну, вот такая вот логика. Ты знаешь, что, с одной стороны, вот то, что я сейчас сказал, может показаться многим нашим зрителям, мягко говоря, странным, но эта логика часто работает. Посмотрим, Ген, после ноября и даже до ноября. Голова. Я сейчас немножко про другое. Мы про ноябрь еще поговорим. Я сейчас у тебя спрошу немножко по другое. Но здесь идут совсем другие линии разлома и противостояния. То есть мы видим, Франция, несомненно, один из лидеров ЕС, демократическая страна. Кто бы спорил? Но Италия тоже один из лидеров ЕС и тоже очень демократическая страна. В случае Иран-Израиль, ну, это связка, скажем так, кто более демократичный, я не знаю. И следующую связку я скажу. Кто более демократичный, Россия или Турция? Я не даю этических оценок. Я не даю этических оценок. Я просто спрашиваю. Понятно, наконец-то, это не этика, это уже реальность. То есть как может Иран и Израиль взаимодействовать, поддерживать вместе Азербайджан? Где здесь Иран, я вообще не понимаю в этой конструкции. Иран особняком стоит. И в том, что сейчас в нашем регионе происходит, среди оказывающих давление на Азербайджан в списке тоже демократические страны и ось зла. Здесь и Франция, здесь и США, здесь и Иран. Лидеры тех, кто сюда. И я вспоминаю заявление духовного недавно лидера Ирана, Хамейми, когда у него на приеме был премьер-министр Армении, Пашинят. И верховный духовный лидер Ирана заявил, что не в интересах Армении и армянского народа разблокировка Зангизурской дороги. То есть, я не знаю, он является уже духовным лидером и армянского народа, и главой армянской политики, что открыто, смотря в глаза премьер-министру Армении, объясняет ему, что в интересах армянского народа, а что нет. Поэтому вот эти все конструкции, конечно, на обывателя работают, которые в чем прикол такой, да, армянских пропагандистских или же нарративов. Они рассчитаны на среднестатистического европейского и американского обывателей, которые, я извиняюсь, разницу иногда между штатом Джорджия и государством Грузии, не знаю, как мы видим, да, и так далее. Поэтому это там действует, особенно ближе к выборам всяким. Истерия растет, потому что нужны голоса и деньги армянских избирателей, лобби. Поэтому любую чушь сконструированную там можно продать задорого, да, для поддержки голосов. Ну вот во Франции, скажем так, серьезный успех, да, новое французское правительство, там несколько этнических армян вошли, плюс значительная часть французов, которые всю жизнь, как говорится, продвигали армянские нарративы от событий 1915 года, да, так называемого геноцида, до того, что Карабах – это свободная территория, которая не должна вернуться в Азербайджан и так далее. Вот такой кабинет, да. То есть, плюс США, мы знаем, что тот же самый Байден, бытность свою, именно он стоял в 1992 году за принятием, выдвижением и принятием 907-й поправки антиазербайджанской. Ой, какое чудо! Когда США вторгались в Афганистан, нужна была логистическая поддержка, аккуратно заморозили 907-ю поправку, потому что трафик, маршрут через Азербайджан был наиболее оптимальным и важным для США в обеспечении ресурсами и связью, техникой военной и остальным личным составом свой в Афганистане. И как только эта эпопея кончилась, опять 907-я поправка вошла в силу. Поэтому, если мы говорим о реал-политике, а Азербайджан исходит из реал-политик, Азербайджан зарабатывает деньги в реальной сфере, в отличие от армянской стороны, которая, как мы видим, всегда зарабатывает и имеет кешефт на каких-то столкновениях интересов. Вот сейчас мы говорим, вот этот нарратив, что якобы демократическая Армения. Странно, что вот этот так называемый демократический мир не замечает, что товарооборот. Мы постоянно об этом говорим. И неоднократно Азербайджан обращался, в том числе, к Вашингтону на уровне неправительственных организаций, на уровне активистов, общественных деятелей, что а почему в Вашингтоне, в Госдепе не видят, что оборот санкционных товаров, запрещенных из России, алмазы и все остальное, интересное такое, он идет в основном через Армению. Что товарооборот России и Армении с 2-3 миллиардов, 2-3 года назад, сейчас подходит к потолку к концу года, то ли 14, то ли 16 миллиардов. Это фантастическая цифра для Армении, маленькая. Для сравнения, товарооборот Азербайджана и России, который граничит, у Азербайджана есть что купить и продать ее России, еще только приближается к 4 миллиардам. Представляете, какая разница у Армении, которая подойдет к 14 или 16 миллиардам. Значит, вся эта демократия, вся эта шелуха, я всегда говорю, многие обижаются, это просто используется для каких-то политических целей. В Азербайджане это прекрасно понимают. В Армении, к сожалению, традиция такая. Все исторические этапы армянского государства, особенно новейшие истории я имею в виду, они связаны именно с тем, чтобы не участвовать в серьезных проектах, а быть частью чьих-то интересов. Ну, основном для того, чтобы давить на Азербайджан. Ровно для этого Армения полностью... Это понятно, потому что это война. Это война. Ну, понятно. Это не важно. Я так понял, война, истребление армян, когда их руководство политическое оставляет свой народ и бежит, и потом кричит, голосит, 1915 год. Сейчас ты знаешь, что говорят? Оказывается, вот год прошел, да? Буквально в сентябре была антитеррористическая операция в Карабахе, да? 19-20-го. Ну, год с хвостиком. Год, год. Тогда говорили, что 100-120 тысяч армян в Карабахе. Исход произошел. Сейчас открыто пишут, миллион 200 тысяч карабахцев армян должны вернуться. Армян должны вернуться в Азербайджан. Понимаешь, то есть не похоже ли это на те первые... На счет... На счет... ...вы не встречал. Да? На счет миллиона я, честно говоря, не встречал. Слушай, значит, несколько обращений было, и ты можешь задать в Google в поиск, миллион 200 тысяч армян должны вернуться. И посмотри, какие организации серьезные продвигают этот нарратив. Буквально вот в преддверии антитеррористической операции, годовщины, этот нарратив вбросан. То есть это похоже на те пируэты, которые с жертвами событий, так называемого геноцида 15-го года, когда начальная цифра 100-150 тысяч сейчас выросла до 2 миллионов. Ну, для этого понадобилось 100 лет, да, чтобы цифра выросла. А тут, я вижу, года достаточно, чтобы 120 тысяч превратилось, ровно в 10 раз увеличилось, да. То есть если в советское время статистические данные, последняя перепись населения 1989 года, кстати, последняя во всем СССР, показала, что армянское население в Азербайджане чуть меньше 400 тысяч, 389, что ли, тысяч, что-то такое, может ошибаться. То сейчас оказывается, что миллион 200 тысяч должны вернуться. Да, то есть, и когда спрашиваешь, я спрашивал у некоторых коллег армянских, что это такое, но они говорят, ну, это же все, да, кто, предки ихние, потомки, дети, внуки. Ну, прекрасно, прекрасно. То есть, и эта цифра для чего? Чтобы показать внушительность. Ведь Азербайджан говорит о миллионе беженцев и вынужденных переселенцев, да, реальных людей. А если Азербайджан посчитает потомков, предков и всех, то выяснится, что, мягко говоря, около половины населения Азербайджана это выходцы с Карабаха и территории современной Армении. Ну, давайте сейчас Азербайджан тоже вбросит эту цифру, что 5 миллионов людей пострадали от армянской оккупации, агрессии. Все это будет проиндексировано, подсчитано, какой ущерб недвижимости, денег, я не знаю, имущества потеряли эти люди. И давайте Азербайджан будет, есть возможность продвигать это через международные судебные инстанции. От этого лучше станет армяно-азербайджанский переговорный трек. Поэтому, поскольку Ереван не контролирует ничего ровным счетом в слове этого, сколько, 6 букв, ничего, ничего не контролирует. Он просто продвигает нарративы, за которые могут заплатить временно. Этот год один нарратив, главное заработать. Вот этого у них всегда не отнимешь. Вот то же самое сейчас. Огромные прибыли они получают от России, как мы сказали, товарооборот. При этом спокойно ругают Россию. А что, Россия все равно, главное, что движение идет. При этом та же Армения пытается себя показать лидером некой демократической волны. Я не знаю, откуда FM-волна, где они, как определяется эта фреквенция. Кто демократичнее, кто нет. Чтобы получать поддержку политическую, военную, донорскую от стран Запада. Главное, это с Францией работать, чтобы от Европы получать деньги. И с США, чтобы она тоже давала деньги и протекцию. Главное, побольше денег и протекции. Ну, я не считаю, что это, может, это и правильная политика в армянских реалиях. Но для региона Южного Кавказа и для армянской государственности и народа постоянно вот такая политика, удаленная от реалий, она приводит к трагедии неоднократно. Азербайджан сейчас, вот опять мы возвращаемся, почему идет такое вооружение. На днях пошла информация Минфина Азербайджана, что на 7% будут сокращены бюджетные расходы на военно-промышленный комплекс. И в Армении была такая радость на довольно высоком уровне. И я просто, мне было интересно посмотреть, о чему они радуются. То есть эти 7% какой радости дают. То есть это на 7% меньшей реальности, что Азербайджан нападет на Армению, о чем везде кричат армянские политические деятели. Во всех уголках Вашингтона, коридора Госдепа, французского кабинета министров, они везде шепчут о том, что спасите. Азербайджан вооружается, чтобы напасть. Ну зачем? Из-за Зангизура. Но Азербайджан сейчас же отложил. Официально несколько, пару месяцев назад Азербайджан заявил, окей, если вопрос разблокировки Зангизурской дороги представляет проблему для подписания мирного договора, мы его откладываем, несмотря на то, что это вызвало бешенство у Москвы. Ведь это единственный, самый серьезный аргумент сейчас, за который цепляется Москва. То есть, учитывая, что трехстороннее заявление полностью ушло в историю, единственное, за что может цепляться Москва, это тот самый девятый пункт, который та же армянское руководство затем в январе 2021 года на встречу в Москве трехсторонним лидерам оформила в виде документа, это уже не заявление. Затем была сложена трехсторонняя комиссия на уровне вести премьеров наших трех стран и Магерд Григорян с армянской стороны, Шаин Муставаев и Аверчук с российской, с азербайджанской, Шаин Муставаев. И везде стоят подписи армянской стороны, в том числе по тому технически, как будет разблокирована транспортная дорога в Зангизуре, как Россия будет осуществлять строительство железной дороги, как будет его контролировать, обеспечивать безопасность продвижения грузов. И сейчас армия говорит, давайте перемотаем все это в Запад. Ну давай перематывай, иди с Россией, сама решай. Зачем Азербайджан должен становиться частью какого-то нового вашего армяно-российского конфликта. Поэтому Азербайджан пошел на уступку, хотя это вызвало, как я сказал, негодование у Москвы. Она надеялась, что вот этот статус-кво будет продолжаться. То есть Азербайджан сказал, сами разбирайтесь, пожалуйста, если для мирного процесса это проблема, мы за Зангизурскую тему дороги откладываем в сторону. Какая нам разница? Все равно у нас есть серьезные, незаполненные еще коммуникации по территории Грузии, совместные Азербайджан, Грузия, Турция. Пожалуйста, товары пойдут к 2028 году или к какому году. На 30% по Кутебелисе, как, допустим, железная дорога даже не заполнена, и другие наши. Пожалуйста, вся инфраструктура есть. Пожалуйста, есть возможность сейчас строительства вот этого участка дороги не в Зангизуре, а параллельно по Викиарас на территории Ирана. Тоже не проблема. Азербайджан уже потратил около миллиарда, давай вот это скажем, долларов на восстановление железной дороги в освобожденном Карабахе. Та самая дорога, которая в советское время шла по югу Карабаха, выходила на Зангелан, а оттуда шла по территории Зангизура, и эта железная дорога в советское время принадлежала АЖД, азербайджанской железной дороги, она не принадлежала Армении делать. И затем она заходила в Нарчеван и шла дальше. Так вот, у меня вопрос такой. Во время оккупации нашей территории все железные дороги сотни и сотни километров на оккупированных территориях были разобраны, ладно. Но плюс были разобраны железные дороги в Зангизури на территории Армении. Вопрос, а зачем на территории Армении такую дорогостоящую, стратегически важную инфраструктуру уничтожили? Кто посоветовал? В Москве? Где? На уровне генштаба Российской Федерации. Где пришел совет разобрать, представляешь, все железные дороги в Карабахе? Ну ведь если вы уважнули себе эти территории, да, как говорила армянская сторона тогда, так радуйтесь, вот города, разобрали все города, снесли, разобрали инфраструктуру, разобрали железную дорогу, в Агдаме ветка была, внизу, как я сказал, сотни километров, да, по всей территории Южного Карабаха готова инфраструктура. Вот вам в Зангизур с Армении железная дорога, живите, стройте. То есть в чем была философия? Сейчас, конечно, могут обвинять, что виноват Роберт Кочарян, да, и Серж Саркисиан, в период которых это сделали. Ну и сейчас ничего не меняется. Кабинет Пашиняна делает все для того, чтобы по территории Армении не прошли эти инфраструктурные проекты. Придумывает разные фантастические проекты вроде Перекрестка мира. Ребята, надо участвовать в проектах реальных, которые поддерживает, допустим, Китай, который заинтересован в транзите товаров, Европа, которая заинтересована в покупке, и те страны, которые транзитеры основные, Азербайджан, допустим, Турция и так далее. При этом, как я сказал, это была добрая воля Азербайджана. Помнишь, я тебе говорил, дедлайн до 2025 года. Постоянно я и у тебя, и в других эфирах повторял, обращаясь к армянской стороне, что имейте в виду мирный процесс, имейте свой дедлайн, который не зависит от Азербайджана, от наших капризов или желаний. Это реалии большой мировой политики. Так вот, пришел конец 2024 года, и дедлайн уже поджимаем. Если для властей Армении вот эта ситуация, о которой мы сказали, где можно зарабатывать, обслуживать какие-то интересы, если она актуальна, я думаю, что в итоге нет ничего удивительного в ужесточении позиции Азербайджана. Дедлайн был объявлен, деньги мы потратили и тратили на инфраструктурные проекты. Идеей было вовлечь Армению в эти проекты, чтобы мы вместе зарабатывали, и мир только так придет. Мир не на бумажке же приходит, чтобы кто-то подписал, оп-па-ля, мир пришел. Нужно иметь общие проекты, разблокировать транспорт, чтобы люди общались, ездили, зарабатывали. Ну, ради бога, если армянская сторона считает, что из Вашингтонского политбюро и Парижского обкома лучше знают, что в нашем регионе делать, то следующие итоги, я как-то даже не пытаюсь угрожать, просто это реалий, итог вот следующих ошибок завтра, когда будут уже вчерашние власти США, да, сваливать, если на это будет удобно, и обманывать армянский народ, что виноваты там те власти, которые были в США, или предыдущий кабинет Франции, или еще кто-то. Но только не власти, или старые власти Армении будут виноваты, если появятся новые. Много вариантов есть, то есть, но от этого армянскому народу и интересам Армении как государства, я думаю, лучше не станет. Кстати, по поводу восстановления, президент Алиев озвучил цифру расходов на восстановление Карабаха и, соответственно, значит, Восточного Зангизура, и эта цифра более 11 миллиардов долларов. Это несколько бюджетов в Армении, то есть, туда входит восстановление городов, это не только железная дорога, туда входит все. 11 миллиардов. 11 миллиардов. 19 миллиардов монад было отказано, то есть, я посчитал просто, 19 миллиардов монад, это где-то 11 миллиардов 200 миллионов долларов. Да, вот так, вот так, видно, кто хозяин земли, а кто был все-таки оккупантом, явно видно. Вопрос следующий, достаточно серьезная цифра, ну, очевидно, что тут нужно и можно, и необходимо задействовать и другие международные механизмы, то есть, не только из-за бюджета выделять. Как с этим? Задействовать для чего, делая международные механизмы? Для того, чтобы финансировать это все восстановление. Ну, обрати внимание, что восстановление Карабаха рядом с Азербайджаном помогает, поддерживает и Турция, огромный вклад в Турции, да, и Италия, серьезная поддержка Италии есть, Казахстан братский, Узбекистан, если не ошибаюсь, Кыргызстан подтягивается, Россия хочет, хотя пока я не знаю, как это будет реализовано. То есть, никаких ограничений нет, а наоборот, Азербайджан приветствует любую поддержку и участие в восстановлении Карабаха, и это будет, кроме всего, этим странам позволит не только свой авторитет поднять у нас в Азербайджане, но и иметь серьезную прибыль в перспективе, ведь туда вернется в Карабах сотни тысяч людей и уже возвращается. То есть, это устойчивая прибыль для тех, кто участвует, не просто, скажем так, вложился и похлопал в ладоши. В Агдаме, мы знаем, уже строится и почти частично построен огромный промышленный парк, в котором есть компании европейские, турецкие, то есть, ряд стран, и всегда эти двери открыты. Технопарк, промышленные парки строятся в Карабахе. То есть, я думаю, что Азербайджан очень серьезно относится к будущему Карабаха. Если помнишь, всегда горло понят все эти четыре года, что Азербайджан не намерен вернуть население азербайджанское в Карабах, это будет некий Карабах таким закрытым местом, парком, где людей не будет, городов не будет, будут одни дороги, леса, горы и все. Ну, вот то, что ты посчитал, пока что это 11 миллиардов, это еще частный случай, да, то есть, продолжается. И это вкладывается в восстановление городов, инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики, чтобы обеспечить людей работой, не просто жильем. И многие, кто глубоко в кавычках разбираются в этой теме, они не думают о том, что хорошо, люди вернулись, но если они не обеспечены работой, как они там будут жить? А для того, чтобы обеспечить работу, это сложная цепочка. Для создания рабочих мест нужно создать производственные мощности. То есть, вот эту цепочку создать надо сперва. Она постепенно создается, по мере того, как люди возвращаются. Обратите внимание, вот сейчас на первом этапе, в основном, рабочие места, это что? Это сервис, это школы, то есть, учителя, преподаватели, да, то есть, то, что есть. Но постепенно мы видим, что туда возвращаются и те, кто занимаются какими-то производственными мощностями. Не только строительством. В основном, сейчас, какая работа в Карабахе? Восстановление дорог, строительство домов, энергетика, да. Но в перспективе же нужно, как я сказал, итог какой должен быть. Люди разных профессий должны работать устойчиво. И желательно, чтобы в основном это было сельское хозяйство, да. Учитывая уникальные природные богатства региона Карабаха, его водные ресурсы, природные ресурсы, уклон будет сделаться на сельское хозяйство. Исходя из тех регионов, да, из тех особенностей каждого региона Карабаха. Поэтому я думаю, что еще много чего потратит Азербайджан. И всегда будет приветствовать тех, кто поддерживает нас технологиями, инвестициями, да даже советами. Да, понимаешь, как, ну, не как в анекдоте, у нас, говорит, страна советов, поэтому мы только советы даем. А реальной какой-то практической помощью, да, которая помогает нам быстрее восстановить Карабах и вернуть туда население. Перейдем к, опять вернемся, вернее, к международным делам. Ты знаешь, вот, что бы там ни говорили, конечно же, Армения на сегодняшний день и даже Франция при всем ее военно-промышленном потенциале не представляет собой такую рациональную угрозу для Азербайджана на земле. Угроза продолжает оставаться со стороны двух стран на самом деле, с которыми граничит Азербайджан, это Россия и Иран. И вот тут очень интересно посмотреть на события на российско-иранском треке. С одной стороны, для Азербайджана крайне опасен конфликт между Россией и Ираном. Чем заканчивается конфликт, мы видели. Но с другой стороны, не менее опасен и близкий союз. Я думаю, что даже если будет пролонгировано 20-летний договор между Россией и Ираном, новые реалии, особенно на Ближнем Востоке и то, что происходит и идет на украинском треке, на военном, они не позволяют, как это ни странно, в ближайшие годы Иран и Россия сблизиться. Почему? В новых реалиях, я и у тебя в эфире говорил, для России архиважно пробить дорогу, построить дорогу север-юг, поскольку на запад уже дороги не будет. Это уже в Москве поняли. При любом раскладе итогов войны в Украине, западная дорога закрыта. А Иран, он не готов к этому, как в старом анекдоте, я не готов для этой информации. Ирану довольно было комфортно та ситуация, которая создана благодаря Соединенным Штатам Америки на Ближнем Востоке последние 20 лет. Очень комфортно. И сейчас весь мир пожинает плоды этой комфорта. То, что США разгромили Ирак, Сирию, как я всегда говорил, это многократно усилило Иран, его прокси. И сейчас Иран номер один. Давай честно признаем, Иран номер один, как реальная сила на Ближнем Востоке. И тут Россия хочет пробить дорогу, выйти на глобальный юг, ну там как торговля и так далее, но это и политика. А зачем Ирану предоставлять свою территорию для того, чтобы усиливать Россию там, где она зависела от Ирана? То есть на Ближнем Востоке, на глобальном юге, Персидском заливе. Зачем усиливать Индию и Россию через себя? То есть это же у них философия, у Ирана другая. Часть этой философии исторически перешла и к армянам, к Армению. То есть у Азербайджана философия другая, иная, отличающаяся. Чтобы мы всегда были, хотим оставаться хабом территории, где соединяются, пересекаются различные проекты. Это для нас и ментально хорошо, да и это и выгодно. Поэтому у нас, пожалуйста, вся страна испещрена коридорами. Вот Армения боится слова «зангизурский коридор», и Тегерам боится слова «зангизурский коридор». Оказывается, железная дорога через Зангизур перекроет Ирану возможность выходить на север до Грузии. То есть вот эти детские сказки, по этой логике тогда, наверное, территория Азербайджана и Грузии, это, наверное, все в колючей проволоке, да, учитывая сколько транспортных проектов пересекаются на территории Азербайджана и Грузии, или Турции, да, ты представляешь, как мы окажемся ограничены в своем суверенитете из-за этих дорог, да, вот нельзя. Поэтому у Ирана свое видение, и Иран всеми силами будет препятствовать тому, чтобы какая бы пролонгация не была 20-летнего вот этого договора. Сейчас Иран с нетерпением ожидает того, что американские военные и присутствие будет покидать Ирак и Сирию, Ирак и Сирию, и Россия этого ожидает, поэтому вот эту пустоту сейчас все ринутся заполнять. Хотя наиболее реальное, кто это заполнит, это Турция натовская. Но чтобы Турция полностью не взяла под контроль и одна не участвовала в формировании новых геополитических реалий на Ближнем Востоке, Россия и Иран, как говорится, в одной обойме, казалось бы, должны и всегда боролись на Ближнем Востоке против Турции как флагмана западной политики. Хотя в последние годы мы видим, что Турция уже не является флагманом определенных западных нарративов евроатлантических в силу определенных субъективных, объективных причин. Это отдельная тема. Но поскольку впереди большая, к сожалению, война, большая борьба за Ближний Восток, и все ближневосточные страны, особенно Израиль, руководство Израиля, делают все возможное и невозможное для того, чтобы большая война была неизбежна. Я не буду обсуждать, каковы интересы, это длинная тема, но все уже к этому приготовились. И, естественно, Иран хочет продолжать быть гегемоном в этой ситуации, но при этом Иран зависит и от России, есть определенные технологии, и не только, без которых Иран в этой борьбе на Ближнем Востоке не выстоит. Поэтому сейчас, пока я вижу, Москва уступает Ирану, потому что Москве тоже есть что терять, она не будет ужесточать. Вот эта пролонгация 20-летнего договора, я бы ее назвал, это пролонгация туркменьчайского договора. То есть та граница, Иран помешан на этих вещах, незыблемы с границы и так далее, они любят эти вещи. Поэтому сейчас им архиважно закрепить с Россией, что да, опять туркменьчайский договор действует. Но я так утрирую, да, фактически. То есть определенные договоренности, которым около 200 лет, они действуют. Вот это Ирану важно. В каком формате действуют они, как это будет обговорено, мы поймем, наверное, ближе к саммиту БРИКС в Казани в конце октября. Достаточно причудливо тасуется колода карт, дорогой Резван. И один из этих пазлов – это выступление Пизышкиана на Генеральной Ассамблее ООН, где он четко дает понять, что, ребята, мы готовы налаживать отношения с США, но имея в виду, конечно, демократическую администрацию, потому что, если придет Трамп, там будут совсем другие расклады. Вот все чаще и чаще, все чаще и чаще звучат следующие нарративы, что Иран готов подорговаться своими отношениями с Россией, с новой демократической администрацией. Насколько это, на твой взгляд, реальный расклад? Ну, вишенкой на Тарту стало заявление иранской стороны, что она всегда признавала территориальную целостность Украины, что они не поставляли определенных видов вооружений ракетных в Россию. И, извините, он сказал, что при мне, даже при моем президентстве, при том, не знаю, что там было, но при моем президентстве даже беспилотники не поставлялись. Ну да, то есть явно уход Раиси в мир иной, мы не знаем, при каких обстоятельствах, он серьезно повлиял на иранскую политику, в том числе на треки, как мы видим отношения и с США, и с Россией. То есть так называемые реформаторы, наверное, в Тегеране что-то знают, чего не знаем мы, они действительно готовы, не то чтобы за счет интересов России поторговаться, я бы сказал, эта конструкция немного сложнее, смягчить американо-иранские отношения, чтобы Ирану достался больше пирог на Ближнем Востоке. За счет чьих интересов? За счет российских. То есть и Россия, я не знаю, какой у нее есть ресурс, опять-таки, для того, чтобы давить на Иран, чтобы он не пошел по этой дорожке, троторенной. Но мы же понимаем, что никогда американо-иранские отношения не будут радужными. То есть да, какие-то этапы, когда демократы у власти, а они задержались у власти демократы, и действительно неизвестно. Но то, как себя ведет Трамп, пока что, показывает, что он проваливает все возможности. Ему доверие высказано. Определенные транснациональные корпорации и интересанты готовы продвинуть республиканцев к власти. Это энергетика, это ВПК. Но без Трампа. Но Трамп уперся, и тем самым есть большой риск, что результат будет не очень хороший. Опять-таки, еще сюрпризы могут быть. Вот Иран работает в этом направлении. И не только Иран. Как бы это странно ни звучало. Допустим, для Израиля архиважно, чтобы победили республиканцы во главе с Трампом. Архиважно. А вот Ирану наоборот. Мы понимаем. Нет, раз Израилю... Слушай, ну, в свое время замечательный у меня был преподаватель по материалунике в школе Панас Селяновичу Мавритни-Тегре. Он нам объяснял плюс на минус, минус на плюс, когда умножается. Друг моего друга, мой друг. Плюс умноженное на плюс равняется плюс. Враг моего друга, мой враг. Минус умноженное на плюс равняется минус. Враг моего врага, мой друг, минус умноженное... вся геополитика вот в этих математических раскладах связка трех сил так называемая, связка трех сил не двух, а большинство людей мыслят бинарно же поэтому они не могут осознать большие политические процессы они сразу их укладывают в двоичную систему, тогда как верно твой учитель сказал, это не бинарная система это навсегда засела в голове, то есть минус умноженный на плюс равняется минус это я не забыл до конца жизни потому что это очень аналогии, но я тебе скажу вот что, там очень интересные процессы идут и очень интересно вообще генассамблея ООН это интересно, потому что интересно она своими сигналами Эрдоган, Турция ну он встречался с инвесторами понятно, что Турция сегодня необходима инвестиция необходим, ну 30 миллиардов значит, оборот мы, конечно, говорим о 4 миллиардах там 3 миллиарда, 1 миллиард там другие масштабы оборот, внешнеторговый оборот США, Турции сегодня 30 миллиардов, Эрдоган сказал, что необходимо довести до 100 конечно, это очень большая перспектива, тем не менее сейчас я с инвесторами говорил об открытости Турции и так далее и тому подобное но меня привлекла еще и встреча Эрдогана с Пашиняном ведь что сделал Эрдоган он подарил ему свою книгу а как называется книга справедливый мир возможен то есть, по сути это предложение опять-таки Пашиняну что типа того ребята, давайте договариваться насколько реально, что Пашинян ну, Пашинян тоже все понимает но, ребят не надо думать, что кто-то чего-то не понимает просто-напросто существуют определенные силы в том числе и в Соединенных Штатах политические группы которые на него давят насколько реально, что Пашинян сумеет избавиться от этого давления к сожалению практически нереально потому что Пашинян серьезно подсел на парижские и вашингтонские советы которые не просто советы это уже определенная схема которая тебе навязывается просто Эрдоган еще раз прилюдно продемонстрировал что не Турция и не Азербайджан срывают мирный договор процесс а те силы которые, к сожалению манипулируют руководством Армении эта книжка, наверное подарена не Пашиняну а Макрону чтоб тот почитал он передал Макрону поэтому я, к сожалению как минимум до весны следующего года не вижу как это серьезно подвижит опять чудеса могут быть но чудеса произойдут не на армянском треке а если будет какое-то смягчение в отношениях между Францией и Турцией США и Турцией Францией Азербайджаном США Азербайджаном насколько возможно что в такой короткий срок вот это на этих треках было смягчение я не знаю но если это произойдет тогда да Пашинян с большой радостью вновь заговорит о мирных перспективах сейчас я перейду к трудной теме я тебе скажу так что понятно что российский фактор он все больше все больше и больше уменьшается в силу того что ну на наших глазах буквально благодаря гениальной политике Путина и развязанной ей войны Россия из члена G8 превратилась в штаб изгоя но есть один нюанс последняя новость это то что США намерены ввести санкции против Безыны Иванишвили я скажу так то есть это означает то что Грузия с большой степенью вероятности к сожалению для меня к величайшему сожалению может попасть под сферу влияния России насколько к этому готова Азербайджан да это опять таки это станет ясно по итогам того что у вас пройдут выборы в октябре это на носу Азербайджан готовится и Турция давай сразу скажем и Азербайджан и Турция готовится к любому раскладу я недавно на одном из азербайджаноязычных ресурсов отвечал на этот вопрос развитие событий в Грузии то есть сценарий два сценария так называемые прозападные силы условно остаются или приходят к власти извиняюсь в Грузии какой сценарий выгода нам или в чем минусы и так называемые пророссийские да власти остаются в Грузии и мы по итогам обсуждения пришли к такому выводу что несмотря на все некие минусы если в Грузии к власти придут прозападные так называемые силы это дает широкое пространство для маневра как для Азербайджана с Турцией так и для взаимодействия Турция Грузия Азербайджан то есть потому что как бы как бы не произошло усиление западного курса в Грузии те силы западные которые стоят за этим процессом они вынуждены будут опираться в своей политике на Турцию и Азербайджан для усиления потому что географически западные центры далеки от Грузии а Россия тут рядом и Иран рядом поэтому в этом раскладе я считаю больше маневров и больше пользы для различных проектов если же придет у власти останется или усилится я не знаю пророссийское так называемое руководство то тут может быть прецедент хотя это я могу ошибаться что те предложения идеи которые Баку будет адресовать или Анкара будет адресовать Тбилиси ответ на них будет приходить из Москвы и возможно не совсем хороший ответ и придется создастся некая ситуация по аналогии в отношениях с Ереваном но не в такой конечно манере я прекрасно понимаю что у Грузии у грузинской элиты и народа намного больше опыта государства и государственности но все равно вот эта нагрузка Москвы она будет чувствоваться именно так то есть влияние на наши проекты совместные Азербайджан Грузия Турция это та самая точка куда сможет давить Москва через Тбилиси если по итогам выборов предполагается пророссийская линия усилиться и сохранить К сожалению вот по поводу усилиться у меня есть я не хочу вот честное слово не хочу нагнетать и так далее просто всегда нужно готовиться к худшему и надеяться на лучшее правильно я думаю что если сохранится то сохранится она не может она может только усилиться более того я думаю ты говорил про политические элиты я думаю что получив такой геополитический приз Россия просто-напросто займется зачисткой элит и нынешняя власть она будет ей не нужна они уберут и нынешнюю власть они просто-напросто посадят своего и вот тут даже та ситуация в которой была Армения да и сегодня она покажется скажем так гораздо более мягкой чем то что возможно у нас к сожалению я не говорю что это произойдет но такие риски реально существуют к сожалению ну я думаю остальное я отошлю к моим грузинским соведущим они выступают регулярно и вот мне тут в качестве упрека на грузинском языке написали а почему вы только радикалов выводите ребята покажите мне не радикалы среди экспертного сообщества покажите мне того кто скажет что-нибудь другое кто из весовых экспертов грузинских сегодня считает как-нибудь по-другому все говорим о грозящей катастрофе как с ней бороться перейдем к более веселой ну как более веселой тебе ну не такой грустной скажем так я сейчас не буду называть фамилию того кто это озвучил не потому что я там стесняюсь а потому что опять начнется а вот Резван у Гелла опять сказал что-то про того я про того то того наш общий знакомый скажем так наш общий знакомый он озвучил следующий тезис вообще он озвучил вне контекста так по ходу ну тезис очень интересный что и запад и россия союзники в войне против туран союзники против и категорически против реализации тюркского проекта он это озвучил как аргумент почему россия сейчас будет вынуждена пойти на мирное соглашение почему украина там у него свои аргументы но вот почему россия потому что и запад и россия вместе объединились и не хотят реализации тюркского проекта у меня с тебя вопрос ты не знаешь кто это сказал ну тезис ты знаешь насколько это релевантный тезис ну конечно важно понять кто это сказал но раз ты решил мне сказать кто это сказал да хорошо ладно арестович это сказал тут значит он сказал так по ходу дела но я меня просто это раз зацепило я смотрел эфир очень интересный эфир у фельдмана у николая да да тут измерение этой ситуации это все тактический хад в чем значит в россии считают то есть это не из-за того что арестович так сказал а из-за того что в россии считают что на данном этапе туранский проект это проект интересов великобритании да а поскольку градус исторический градус противостояния россии с великобритании всем известен да постоянно то есть это экзистенциональная угроза да так считают в россии ну есть для этого обоснования поэтому любые действия великобритании они воспринимаются как вражеские естественно в том числе вот в россии считается что британии у британии единственный шанс стать более субъектной на геополитической карте евразии это поддержать проект уран да ну то есть в этой связке выходит сюда в этой связке выходит что не сша сша проект уран особо не интересен пока что потому что сша по-своему видели туран это некое шаманское пространство до сих пор мы эти рудименты видим везде в тюркских странах и у нас тут это чисто американская конструкция что тюрки должны вернуться в шаманское прошлое вся культура все вот изучение все туда направлено языческое то есть это ситуация когда в сша наверное кто-то насоветовал эту концепцию не видя того что девяносто слишком процентов тюрк это мусульмане то есть как может работать такой проект когда девяносто пять что ли процентов я точно не знаю это мусульмане но этот проект его острие было направлено тогда это советский период его острие было направлено именно против СССР и с целью активизировать тюркские народы Сибири то есть период атеизма тогда он работал да окей но сейчас в новых реалиях у сша и тех кто продвигали этот проект на заре семидесятых восьмидесятых да когда это модно было сейчас у этого проекта нет продолжения а вот британская версия проекта это именно она опирается на тюрко-мусульманское единение да то есть на тот опыт и на то что понятно да большинство тюров и естественно ни россия ни сша они не имеют пока ответной проектности но возможно у россии есть то что называется евразийский проект да худо-бедно иногда о нем они вспоминают но он не получается по той причине что российские элиты и значительная часть населения россии ну те кого называют интеллигенции они живут европейской части российской федерации и являются носителями европейских и западных ценностей ну сколько бы там санкциям не облагали облагали бы эту страну она все-таки мыслить по европейски поэтому в их исторических нарративах вот этих для россии тюрки враги в какой бы ипостаси они не были враги и вот это осторожные последние 20-25 лет такие шажочки движения под названием евразийство они пока серьезных результатов не приносит потому что параллельно все равно европейскость и преподавание исторической науки россии в учебниках что тюрки все-таки враги она остается сама книга историческая она же диктует то же самое мы увидим допустим с армянской стороной никакого мира устойчивого быть не может пока в учебниках армении турки азербайджанцы враги номер один то есть это все болтология поэтому по вопросу турана опять-таки да получается что Великобритания которая относительно других европейских держав и россии всегда имеет больший успех в мусульманском мире в каком плане более относительно опять-таки с пониманием относится Великобритания и умеет работать лучше всех в этом пространстве и на ближнем востоке и в африке и в евразии поэтому да наверное можно согласиться с тем что это тот вопрос который пугает россию и не интересен сша вот это те точки где они могут соединиться против проекта который еще стадии реализации идет но довольно таки скажем быстро идет реализация ну насчет против понимаешь против это несколько другое это противодействие с точки зрения и по поводу европейской россии да конечно более того у россии ведь претензия на что у россии претензия на то что мы должны быть главными в европе в европе мы главные и вот все проекты российской империи начиная с ивана грозного кстати второго октября анонсируем второго октября мы с русланом айсином начинаем новый цикл истории татарского народа почему октября день взятия казани саммит брикс наверное не случайно именно на день взятия в казани саммит брикс тоже имейте ввиду ребята ух ты как интересно подожди 2 октября саммит брикс не обязательно главное в октябре значит в тот момент когда россия стала империей да то есть с этого момента россия хочет быть главной в европе ребят в европе и сталинский проект и ленинский проект это все проекты о чем о том что россия должна быть главной в европе это продолжение именно когда кстати противостояние россии и англии началось с этого проекта с иваном а марксизм это чисто европейская теория не будем забывать это что что-то другое это раз а во вторых они меня сумасы то у них италия не демократия то у них великобритания не запад если если италия не демократия а великобритания не запад то тогда что это риторический вопрос понимаю ну российские интересы давай честно скажем в европе всегда совпадали в треугольнике россия франция германия вот вот тот вектор благодаря которому россия себя считает европейской и всегда россия хотела слопать как минимум германию как минимум всегда хотела слопать и все таки любишь то что кушаешь то что любишь да и все таки давайте ребята помнить что италия это демократия израиль это демократия а великобритания это все таки но никак не восток большое спасибо большое спасибо за очень интересную беседу и большое спасибо всем нашим друзьям которые были сегодня с нами всего доброго спасибо гела и желаю удачи с нетерпением буду ждать вашего цикла передач с уважаемым Русланом Асином я думаю много интересного узнаем несомненно спасибо дорогие друзья всего доброго и до новых встреч